Курение. Немедленно брось курить. Одному человеку старец говорил, «Курение не приносит никакой пользы. Наоборот, оно является причиной раковых и других заболеваний. Немедленно брось курить». Как бросить курить? Как бросить курить? Я делал много попыток, но все было напрасно. «Всякий раз, когда к тебе приходит желание закурить, говори, «Господи, помилуй мя». Молитвенное обращение ко Христу – это решение любой возникающей у нас проблемы. Видишь, даже этот красивый попугайчик, который живет в моей комнате, научился говорить, «Господи, помилуй мя». Борьбу за свое спасение следует начинать с того, чтобы бросить курить. Однажды утром вместе с друзьями мы приехали к отцу Порфирию. Там, во внутреннем дворике, я заметил одного своего знакомого. Он был очень строгим, а иной раз даже чрезмерно ревностным христианином. Я подошел к нему. Мы поговорили о старце, и затем он сказал, «К отцу Порфирию приезжают люди, которым здесь совершенно не место. Они только доставляют старцу излишнее беспокойство. Вот посмотри на ту женщину, которая курит без всякого стеснения. Не понимаю, как отец Порфирий ее принимает?» Эта женщина приехала со мной, но мой знакомый не знал об этом. Поэтому я предпочел промолчать, чтобы не ставить его в неловкое положение. Однако отец Порфирий не стал молчать. Когда подошла очередь моего знакомого, он вошел в келью старца. Тот встретил его такими словами. «Ты знаешь, я не такой строгий, как ты». Когда женщина, с которой мы приехали, вышла от отца Порфирия, она передала нам его слова, которые подытоживали их беседу. Борьбу за свое спасение следует начинать с того, чтобы бросить курить. Старец нашел нужное лекарство для обоих. И для осуждающего, и для осуждаемой. По этой теме смотри также главу «Священник».